Ребята, всем привет! Вы на канале Акстар. Вы это просили, вы это хотели, вы это ждали. И я сделал это, именно поэтому поставьте лайк, потому что сегодня я притворился новичком на собеседовании в известную музыкальную группу. Это было так сложно реализовать, и я сделал это. Погнали, расскажу. Привет. Привет, привет. Друзья, знакомьтесь, это Антон, музыкальный продюсер группы Мохито. Вы наверняка слышали о ней. И пульс до загорел, а потом останемся, мы останемся. И сегодня он поможет нам в розыгрыше этих ребят. Мы реально ищем музыканта в группу Мохито, гитариста, который будет с ребятами кататься по концертам по стране. Я увидел это объявление и связался с Антоном, чтобы провести такой розыгрыш. И сегодня мы проведем фейковое собеседование для ребят, они будут полностью уверены, что это настоящий кастинг, потому что я пригласил еще двух гитаристов, которые также будут участвовать, и это будет очень круто. Мне очень понравилась идея Паши разыграть ребят, во-первых, потому что они молодые и хочется их подколоть, а во-вторых, потому что Паша реально круто играет, ребята. Сейчас мы находимся в студии Мохито, и они скоро сюда приедут, а у нас есть время, чтобы попрятать камеры и все подготовить. Погнали. У нас есть три камеры, и вот эта большая локация, в которой нам нужно придумать, куда спрятать три камеры, так, чтобы их вообще не было видно. Вот мы уже подготовили такую площадку, на которую можно влепить ее вот так вот. И в целом, в целом, если сюда не смотреть, то вообще нормально. Как-то странно. Вообще не смотреть. Блин, да. Первая готова. Слушай, Паша, а что прятать-то как бы? На самом деле, реально, на кастингах мы снимаем ребят, которых отсматриваем, для того, чтобы потом пересмотреть, увидеть какие-то нюансы, ну и принять окончательное решение. Поэтому эта камера вообще беспалево. Я понял. Ну, окей, тогда мы эту прям так оставляем. Ну что, камера установлена, ждем первого гитариста и начинаем. Здоров. Привет. Привет, привет. Так, ну, короче, смотри, тебе нужно реально попасть к ним в группу, можешь там поприкалываться, но, в общем, суть в том, что это как будто реально настоящее собеседование. Вот, и как получится, так получится. Все, ребят, скоро придут, а я жду своей очереди. Ну, где вы ходите-то? По времени чуть не рассчитали. Здорово. Кристина, ну, уже первый. Немножечко. Привет. Поэтому давайте, давайте, сразу уже собрался уходить. Как тебя зовут? Меня зовут Денис, но можете назвать меня Дэн. Вот, собственно, как он угодно будет. Можешь что-нибудь просто сыграть? Просто что-нибудь? Да. А ты сам-то какие стили предпочитаешь? Ну, я по-разному, на самом деле. Вообще, больше по панку какому-нибудь. Ты сейчас в курсах, да, что у нас так команда далекая панка. Мы, конечно, хотели уйти в панк-рокман. Но не так скоро. Слушай, а можешь с лета подыграть, подыграть. Кристина сейчас акапелла споет, а ты прям, вот даже если не знаешь песню, взять и попробовать ее снять. Да, нормально. В принципе, что, давайте. Что ты там? Чем на вокале распеваешься? Давай. Ну, давай. Знаешь ли ты? Вдоль ночных горов. Это классика, да. Ну, хотя пусть классику нам посмотреть. Я так привык, ложительный шаги. Один такой. Встречать рассвет и слышать, как ты что-то проснешься не со мной. Ребят, ну, нужно тут, мне надо посидеть будет. Стало так легко дышать. Ну, у тебя с импровизацией, типа, так. Ну, с импровизацией, ну, блин, что угодно хотеть, в каком стиле. А ты можешь сейчас вот что-то сыграть, просто что ты хочешь? Ну, что-нибудь пофутковать могу. Люблю с чем-нибудь. Ну, и такую шляпу просто. Че мы теперь будем? Блюз? Вспавли. Я за. Нам нравится. Я всегда хотел. Блин, ну... Не, ну ты нам поздравил еще. Классно. Кайф. Круто. Класс такое. Ну, мы вам перейдем. Ну, на связи будем. Нам просто еще ребят надо посмотреть. Да, конечно. Спасибо тебе большое. А, вам спасибо. Я рада, буду познакомиться. Спасибо. Давай, спасибо. Все. Слушайте, ну, мне шляпа какая-то. Вообще, с лету играть не может. Блюз? Ну, какой нахрен блюз? Где мы и где блюз? Он флегма. Он реально же, вообще, чувак. И, честно говоря, мне кажется, люди заснут, глядя на него. Он такой, типа, даденса. Мне реально, блин, показалось какое-то унылое говно, как бы, с блюзом. Не знаю. Да нормально. Нормальный парень. Все. Нет, слушайте, ну, короче, давайте смотреть дальше. Мне кажется, там варианты есть лучше однозначно. Давайте посмотрим. Там проходит прослушивание, и я сижу здесь. И мне сейчас выходить скоро. А, и страшно, и стрёмно, потому что я буду сейчас притворяться перед настоящими музыкантами, предстоящей группой. Не где-то там в скайпе, где ты можешь бросить труппу и всё, а вот прямо перед ними. И в целом, вообще, на студиях находиться довольно-таки волнительно. Хоть и классно по атмосфере, но страшно, потому что тебя могут услышать, и опозориться можно. Классно, что есть возможность записаться где-нибудь дома, потому что студия может быть в твоём кармане. Я имею в виду Punch. Это приложение, в котором артист может создавать и продвигать свою музыку. Бесплатные биты, студийные эффекты и отклик от музыкальных экспертов. И сейчас я покажу, как оно работает, но в более уютной обстановке. Вот я и дома, начнём с выбора бита. Тут есть биты от топовых продюсеров разных жанров, такие как капелла, Паша Гудвин и другие. Давайте что-нибудь подберём, и я покажу. Я тут уже выбрал несколько, вот этот мне понравился. Он как раз спродюсирован капеллой. Нажимаем выбрать и переходим к записи видео. Можно накинуть разных фильтров, чтобы было более стильно. Всё, что остаётся, это добавить текст, либо воспользоваться искусственным интеллектом, который встроен в Punch. Просто нажимаете сгенерировать текст, и вам делают текст. Кстати, этот ИИ зовут Игнат. И вам не обязательно уметь петь, потому что в приложении есть автотюн, реверп, гармонайзер и прочие эффекты на голос. Можно свести и отмастерить прямо здесь, в Punch. А ещё Punch обновился, и теперь здесь есть функция запись без бита. Чем мы сейчас и займёмся. Нажимаю начать, запись без бита, и погнали. Накидываем быстро фильтр. Накинул фильтр и нажимаю выбрать дубль. Назову его мой первый Punch, и первый Punch поставлю хэштегом. Потому что команда Punch осматривает новых артистов и дарит лучшим свой крутой мерч. Ну а сейчас до 12 марта проходит конкурс. Просто запиши Punch, который удивит. Это может быть виртуозное исполнение на каком-нибудь инструменте, или использование необычного инструмента, типа игрушечный саксофон. Выкладывай свой Punch до 12 марта с хэштегом инструментал, и выигрывай крутые кастомные инструменты. В Punch на самом деле ещё много крутых возможностей. Тут и коллабы с топ-артистами, и выступления перед живой группой на настоящей сцене, и выпуск треков в совместных альбомах. Все свои активности Punch анонсирует в своём Телеграм-канале. Ссылка на него и на скачивание приложения в описании. Да-да-да! Здравствуйте! Привет! Привет! Электрика, акустика, там, шнур. Давай познакомимся. Как тебя зовут? Меня зовут Алина, мне 14 лет. Офигеть! Ой, каковы, шучка! Да, я сейчас лужки закрою. Как давно играешь вообще, расскажи. Начала я играть в сентябре, наверное. А, ты прям, прям, прям... Ну, мы ищем более опыт. Ну, давай попробуем, послушаем. В любом случае, очень-очень интересно. Здорово, что ты пришла, это круто. И сыграй то, что тебе нравится, что ты хочешь. Короче, да, главное, не переживай. Главное, не переживай. Вообще, ни в коем случае. Сыграй просто вот что-нибудь, что тебе нравится. Ну, не обязательно полностью. Блин, очень круто. Очень круто. Ты большая умничка. Ну, реально. А для твоего возраста и для вот такого срока маленького, который ты играешь, блин, вау. Просто вообще. Ну, знаешь, тут на самом деле больше вопрос, наверное, к тому, что ты такая еще юная. И когда ты подрастешь, я буду прям очень-очень рада увидеть тебя. Может, даже опять с нами. Были бы очень рады поработать. Не расстраивайся. Если что... Мы на связи. Да. Если что... Ну, блин, не расстраивайся, пожалуйста. Я сейчас... Иди сюда. Все хорошо. Ты очень классно сыграла. Все хорошо. Просто немножко... Ты круче, чем прошлый чувак. Это Макс. И все будет здорово у тебя, ладно? Все, мне расстраивайся. Ты большая умничка. Спасибо тебе большое. Спасибо. Слушай, ну, я реально не знал, что я 14 лет. 14 лет, конечно... Мне стало так грустно. Хотя так вот визуально... Ну, кстати, да, да. Они могли бы быть ровесницами. Не, ну 14 лет точно, точно нет. Давайте соберем детскую группу. Махита. Махита Кидз. Махита Кидз. Да. Я тогда еще свою дочку, она подрастет тоже. Петь будет песенки. Ну, ладно, что, ждем следующего? Да. Все, погнали. Моя очередь. Входить очень страшно, очень волнительно. И знаете, самое обидное будет, если они меня узнают или знают меня, и все это было зря. Правильно. Правильно. Кристину затмите, мы будем сложнее. Да-да. О. Здравствуйте. Привет. Привет. Куда? Здорово. Проходи. Проходи. Располагайся. Ладно. Привет. Кристина. А может подключиться и можно? Да-да-да, вон провод лежит. Да-да-да. Готово. Ну что, привет. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет. Меня зовут Паша, мне 20. Очень приятно. Какую вообще ты музыку играешь? Разную, какую нужную, какую могу играть. Что тебе нравится? В целом играть на гитаре нравится. То есть могу в целом. Понятно. Круто. Вот. Вот закончил музыкальную школу. Где заканчивал? В Санкт-Петербурге. Ага. Какую? Центральная музыкальная школа. А на что ты заканчивал? В плане на гитару. Хорошо. Так. Я умею подыгрывать аккордами, если нужно будет. И умею играть мелодии. Имровизировать. Давай тогда попробуем сейчас. Сыграй то, что ты хочешь, а потом, наверное, попробуем, чтобы ты подыграл. Нам важно послушать. Да. Начну просто с красивой мелодии. Она не очень сложная, но просто красивая. Это очень плохо, если на концерте. Может, я немножко не разорялся еще. Ну, это роман с Гомеса. Вот. Известное произведение. Угу. То есть оно такое лиричное, красивое. Угу. Давно играешь на гитаре? Я играю на гитаре вот шестой год. Шестой год, то есть. Угу. То есть опыт есть в разных сферах. Ага. А можно что-нибудь поэнергичнее? Поэнергичнее можно. Аккордами. Давай. Вот такие типа. Походу волнуешься просто. Волнуешься. Чуть-чуть есть ее настоящую группу. Не переживай. Все круто. Всегда мечтал. Все супер. Мы как бы ребята абсолютно простые. Попробуй сейчас собраться, потому что хочется послушать. Все-таки. Да. А что-то вот конкретное может быть. Импровизация могу показать. Тональность назовите. Какую хочешь. Давайте. До мажор. Просто берем в тональности и импровизируем. И так бесконечно могу. Да. Что, не нравится? Не надо бесконечно. А аккордами ты можешь играть? Аккорды, да, любые. Но он показывал. А, мне кажется, это не для концерта. В жизни так бывает, песню посмотрел. Посмотрел? Да. А. Воведи уже. С песней вашей тоже выучился. Аккорды знает. Шестерки начинаются, между прочим. Я не знал, что шестерки начинаются. Прекрасно. Ты сам говорил, на сцене нужен симпатичный, с харизмой. Правильно. Ну и тот, который будет играть. Он когда-нибудь как жарит на одной стороне. Это я настраиваю. Это я понимаю, на самом деле. Это смешно. Да, я, ну... Я не думать ей... Это ты опять не играешь? Все, все. А можешь сходу саккомпанировать Кристине? Да. У нас бывают такие ситуации, да, на концертах, когда, например, у нас в программе изначально нет трека, но, например, зрители, они просят что-то исполнить, и бывает такое, что нужно подыграть на ходу. Да, можно. Вот, давай, я сейчас напою, да, а ты попробуй. Прям полностью с «я» подбираю на звук. Здорово. По голосу. Это вопрос. Да, полностью по голосу. Собери меня, я безобидная. В свете софитов танцуй, под ритм дикой. Ну, как будто не попадаешь немножко. Куда не попадаю? Ты, походу, не попадаешь. Ну, в плане... Я не попадаю. Ну, тебе же надо подстроиться. Я буду петь на концерте, например, как-то, и ты должен вот смочь так сыграть, чтобы это было красиво, и появилась все-таки музыка. Все, понял. Давай еще раз. Давай. Забери меня. Сейчас еще хуже, как будто, стало. Ну, я вот на слух так себя подбираю, честно говоря. Мне и друг друга, я бы сказал. Ну, мне кажется, что в целом мы можем заканчивать, все понятно. Мне кажется, это вообще не наш. Прости, пожалуйста, что я говорю это про тебя. Мне кажется, это вообще не наш вариант. Мы просто... Ты очень, очень, очень классный. Ты круто выглядишь. Ой, нет, пада. Тебе нужно еще позаниматься, поучиться. Потому что это не совсем тот уровень, который нам нужен для выступлений, для концертов. Нам нужен все-таки человек, который сможет именно на ходу поддержать нас, а не наоборот. Я не знаю, подходит вам это или нет, я могу вот в другом стиле сыграть. Нет, дайте послушаем, Хатя. Ну, время есть. Я быстро. Там нужно перенастроить гитару, потому что там полностью другой строй. Я что-то не поможет. Блин, что такое как-то? Сейчас. Ну, что такое? Ну, потому что нехорошо он играет. Ну, блин, он так... Старается. Почему теперь каждый раз старается? Я, кстати, слышу вас. Нет, мы тебя тоже спросим. Мы не скрываем. Ты просто мне кажется, что это совсем не то, что нужно. А мы просто... Да все. Я не понимаю, зачем. Ну, блин, так круто. Спасибо. 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 Ладно, Паш, стой, давай уже признаемся, ребята, на самом деле, это крутой гитарист, на самом деле, это был такой небольшой пранк над вами, все, давайте, все, пока, спасибо, классно, классно вы придумали, короче, да, вообще, все сегодняшние ребята, гитаристы, они тоже настоящие, они все были в курсе, что, ну да, вот, ну ищем гитариста, это у нас, получается, не будет гитариста, да, не, в общем, гитарист у вас будет, но только не Паша, Паша, к сожалению, да, не, я реально, кстати, закончил музыкальную школу, реально, центральную, и реально, центральную, о, кстати, сейчас, Я, это, песню вашу выучил, реально, в жизни так бывает, и тоже фингерстайли, то есть нормально будет звучать, ужасно, давай, 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 блин, прости, что я пыталась тебя выгнать, а все это, все это, ну просто, меня прям подбешивало, когда он сидел, и не мог сыграть, ты токсик, ты токсик, Вы подпоете? Поем. Давай. Ладно, ладно, все. Ладно, ладно. Ладно, 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 какой-то. Ты не бьется, ты такой Наши скандалки налет Увыкове еще без цели Приходишь по мне, ты стал Твоей шестерой твоей приятной Славь все наши чувства в планку Украца, я молчу Придирам из прелочан Круто! Круто! Позовем его в Питер на концерт Обязательно! Подыграть вам! А что вы подумали, когда я просто ушел? Я испугалась, что... Ну потому что я тебе говорила постоянно Что плохо все Я думала, что ты реально психанул Я уже начал винить Кристину в том, что она токсичная А прошлые ребята как вам? Шикарно Антону вам так понравилось? Антону очень понравилось, что у него были Не, вот как раз таки Вот это и было странно Ребята, которые играли гораздо лучше Он такой, ну унылое говно Я говорю, давайте дальше слушать Потому что плохо ты играешь Он говорит, да нет, норм, пальцы гитарные Симпатичный парень Вот такое получилось это видео Спасибо большое Антону, спасибо большое Ребятам Да, вам спасибо Надеюсь не отняли у вас много времени Вашего драгоценного Главное, главное это эмоции Было очень круто Надеюсь, ребята, вам тоже понравилось Вот и не забывайте ставить лайки Если вам хочется увидеть подобное видео Вот и там подписки, комментарии Вот это вот все Не хочу при ребятах такие вещи говорить Очень криджово себя чувствую Вот так вот Все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Пишите комментарии, делитесь с друзьями Пишите только позитивные вещи И пишите о том, какая ты Кристина токсичная Не всегда Вот и да В целом все Спасибо Тебе спасибо Тебе спасибо Да Я... Вот ты теперь тоже не люблю то коли ХАХАХАХАХАХАХАхАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА divides categoriesен ГРАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА Если я исчез из твоих снов, Give me love, give me love, Просто подари мне свою любовь. Give me love, give me love, Если я исчез из твоих снов, Give me love, give me love, Просто подари мне свою любовь. И в конце мы сделали вот так.